Библейский портал экзегет.ру представляет Доброе время суток, братья и сестры! Мы продолжаем с вами исследование Священного Писания, книги «Исход» на интернет-портале экзегет.ру. И мы с вами читаем 11 главу, где говорится о десятой последней казни над Египтом. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян. Да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей, так говорит Господь, в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец земли египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, да первенца рабыни, которая на жерновах, и все первородное от скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не было и какого не будет более. И у всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скота не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И будут все рабы твои сии ко мне и поклоняться мне, говоря, «Выйди ты, весь народ, который ты предводительствуешь, после сего и я выйду». И вышел Моисей от фараона с гнивом. И сказал Господь Моисею, не послушал вас фараон, чтобы умножить чудеса мои на земле египетской. Моисея и Арон сделали все себе чудеса перед фараоном. Но фараон опять разточил свое сердце, своем упрявстве, не желая смириться. Действительно, так и произойдет, как мы уже в дальнейшем прочитаем в 11 главе. Господь умертвит всех первенцев, всех младенцев, которые были в земле египетской, за непослушание фараону. Но мы здесь видим и следующее, что сказано, и дал Господь милость народу своему. Да, что когда народ израильский выходил, а это примерно было 3 миллиона людей, это было большое шествие, как сказано, 600 мужчин, умеющих носить оружие, не считая женщин и детей, но семьи были большие. Об этом и свидетельство есть в книге Исход, что народ израильский весьма умнажался. Тем не менее, мы видим, что пусть они выпросят, сказано, у египтян золото и различные украшения. Как об этом говорят отцы церкви, то здесь говорится именно о том, что они должны были совершить некое дело справедливости и отдать то, что принадлежало египтянам, потому как египтяны, находясь в рабстве, не получали никакой оплаты. Можно сказать так, что они работали просто за еду. Поэтому теперь они даже с радостью, как толкует, например, свидетель Кирилл Александрийский, говорят, с радостью они отдавали это, а многие присоединялись и к народу израильскому, и вместе с ним выходили из египетского рабства. Да, десятая казнь была смерть первенцев, и были два бога в Египте, которые освечали за род, то есть и за рождение детей. Это бог Мин, бог рода, и бог Нехбет, покровитель детей фараона. Они были, опять же, здесь, как мы видим, постажены, и показана их вся слабость, как идольская слабость, и посрамлены все поклоняющимися им. В современном мире есть сегодня тоже поклонники, так называемые неоязычники, которые поклоняются Солнцу. Есть, например, такая неоязыческая секта, как родноверы. Вы наверняка видели, встречается нечасто, но встречается на машинах, сзади такой калаврат в обратную сторону. То есть это люди, которые реально поклоняются роду своему, они говорят, что вот главное это род, что у нас якобы была такая религия до крещения Руси до 988 года, все люди были сильные, было много рыбы, было много пушнины, Русь была великой и так далее. Но скажу только даже то, что вот они делают этот символ, нет ни одного подтверждения исторического, то есть архифакта, о том, что он действительно такой был. Этот калаврат взят с рисунка польского писателя и художника Станислава Якубовского, который сделал первую эту графику в 1923 году. Никакой древности этот знак отношений не имеет. Но тем не менее, родноверы также ссылаются на какую-либо, на некоторую Велесову книгу. Тоже повторю, что нет архифактов, подтверждение ее древности. Это все подделки, такие фолианты, конец 18-го, начало 19-го века, и даже, скорее всего, и позже. Также есть и якобы некий архифакт, которым они говорят, это славянско-арийские веды. Но, как говорят некоторые, что это не что иное, как сочинение такое не совсем здоровое, которое, видимо, писалось не в совсем трезвом виде, Хиневича. И в шутку многие люди, которые вышли из этой секты, присоединились к православию, вот и в нашем центре, они говорят, это не Хиневич, это Ахиневич. Действительно, написал такую Ахинею, заимствовав там из буддийской, из индусской, в большей степени философии, из книги Упанишат и Вет. Это такая сборная солянка, переработанная, ну, не совсем, мягко говоря, трезвым умом. Итак, часто еще от родноверов и одноязычников можно услышать такой упрек в сторону православных, что они говорят, что наш Бог не называет нас рабами, мы свободны. Но это, скорее всего, такой упрек в сторону православного человека происходит из-за невежества и незнания Священного Писания. Если, например, апостол Павел говорит о себе, я раб, он говорит о том, что он не хочет своей свободы, а хочет быть полностью подчиненным Богу для того, чтобы не творить чего-то своего. Но надо сказать и другое, что в Евангелии от Иоанна, 15 глава, 15 стих, есть такие слова. Господь говорит, не называю вас рабами, но друзьями. То есть сам Бог называет нас друзьями. Это человек, апостол Павел по своей немощи и смирению, он говорит, я не хочу творить ничего, кроме того, что мне заповедовал Бог, и поэтому готов быть рабом. Потому как даже стать рабом Божьим и в полном смысле совершать волю Божию, это есть благо для человека, потому что рабство Богу – это рабство любви, милосердию, добра, и никогда от этого не отступать. Как сказано в Священном Писании, кому вы служите, тому и рабы. И когда они говорят, что ваш Бог говорит, что вы рабы, мы видим, что это не так. Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, 15, 15, говорит, не называю вас рабами и друзьями. Но если сказать просто родноверно, обратиться, то хочется спросить, а что может сказать ваш деревянный Бог, рабы вы или не рабы, дерево, говорите, пенек, говорить не умеет. Поэтому здесь постыжаются, это два Бога, Бог рода Мин и Бог-покровитель рода Фараонова, да, Нихбет, и умерщвляются дети первенцы, и не только первенцы, но и весь скот перворожденный. Григорий Низкий по этому поводу пишет следующее. Да, тут он говорит о заслуженном богатстве, о чем мы сказали выше, можно подкрепить, процитировать. «Ты здесь бедствовал», цитата, «боролся с грязью». Это то, что они отдавали, когда выходили богатства, чуть-чуть вернуться обратно. «Да, ты здесь бедствовал, боролся с грязью, с этими страдающими нечистым телом, строил чужие непорочные города, о которых память погибла шумом. Что ж, неужели ты уйдешь ни с чем, без вознаграждения? Неужели оставишь египтянам и противникам? То, что они приобрели злом, и еще хуже будут расточать, это не их собственность, они насильно себе присвоили, похитили у того, кто сказал». Ассоциируется пророк Агей, 2, 2 глава, 8 стих, «Серебро и золото – это мое, и я даю его кому хочу». То есть, вот такие вот два здесь, в этой короткой главе 11, два аспекта – это постыжение бога фараона, богов фараона, покровителей рода, постыжение современных новоязычников, и то, что они отдавали им золото, и часто отдавали какие-то драгоценности, то это прообраз, в общем-то, тот, который есть в книге «Деяниях апостолов». В пятой главе, если вы помните, сейчас вот мне пришло на ум буквально только что, действительно то, что делали, когда люди в Иерусалимском храме, когда они приходили и присоединялись к церкви, становились членами церкви, помните, что они приносили все свое состояние к ногам апостолов. Здесь говорится о Нане, помните, как они утаили. Кому интересно, он самостоятельно может это в пятую главу просмотреть. Я думаю, что можно это в некой степени усмотреть как прообраз того, что, присоединяясь к народу Божию, и египтяне приносили им то богатство, которое было у них. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok